Что не так? Артем Азимович, а вот все-таки на том судебном заседании, что произошло, почему вы так выступили? У вас это длитр, а уже до той степени, а что вы сказали, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете? Из меня уже на протяжении 2-го года оказался такой соблюдитель, что я отказался, я являюсь в сердежном, отказался от привлечения уголовной ответственности под судимого Чепаньки, даже в совершении тракта, отказался полностью отследиятельного ущерба, что и забиваются вот эти прошивающие органы, вот, и заявил, что я хочу примириться, откажемся от всего и закрывать дело, вот. Они скоприковали, что я ему четыре раза на сегодняшний день уже отказное, и тот, что я, как бы, мальчика-жанского, занялся в умолчатые повреждения. И именно вот это, сказали, что мы тебя посадили в тюрьму на 15 суток. Они не приняли даже то, что я обращаю на полтора миллионов тысяч кавычек, все были, что я обращаю с уголовной ответственности. Они сказали, нет, причем в этом говорили, согласились, сначала, в понедельник, в судебном заседании, вот, на такое приведение. Но в четверг они сказали, что нет, мы тебя посадим, а посадили точно сказали, что за такое преступление тебя и садлют, и опустят. У нас будет, вот, на 15 суток, и уже постановление судимый Ранович уже было, что не просто административный арест, а именно, мы имеем какой-то материальный, вот, а именно административный арест, потому что за моё, вот, вот, все заявления, вот, протокол я протестовал, просто выбрасывался. Вот, я протестовал протоколу также начальнику, потому что с ним разговаривал, вот, буквально перед Новым годом, и говорил о трагической ситуации, что она уже на 3-й кипене, уже на 3-й кипене, уже на 3-й кипене, нельзя ли пройти, вот. Вот, и он говорит, нет, ты сюда придешь, иди узнать, тебя посадят. Поэтому вы виновны полностью в этой трагедии, в этой смерти, да, которую я бил за плавуку, 15 суток, с обедом, я не ел ничего, вот, за плавуку, он бежит полностью на своей смерти. Сколько вы уже не идете? 15 суток, с обедом, я дать вам не ел, 16 суток, с обедом, это все заключилось. Вот, в моем состоянии, ну, за эти полтора года я прошел в такой ад, это я являлся к терпевшему, но, в которой нельзя пережить никому, в каком суток, не станет перейдеть. Ну, во сути, началось же все из-за велосипеда, вы же помните, может быть, я совершенно не из велосипеда, совершенно тоже для людей, которые вратили. Вот так вот. У нас произвел убийство судебного пристава, судебного участка Бирюкова Алексея Валерьевича, Егорева Татьяна Александровна, причинив Бирюкову днистрирование оранения в Тюшнополосе, в котором он скачался в старт-пилотировке в детской учреждении. А Бореву причинили днистрирование оранения левой руки, но, как нам еще известно, по области головы, в области награды. Подозреваемый, по полному делу нас являет, и пока во всем Владимире, 30 мая, 75-го года рождения, уроженец города Прокопольска-Клебенской области, зарегистрированный прожилок в адрес в городе Кузнец, Кунице, Киева, дом 133, квартира 22, женат, имеющий высшее образование, межделение несочноветнего ребенка, ранее не судима, официально не устроена. В соответствии с протоколом задержания, пока он задержан в 17 январе, в 17 числа, по номеру, по подделениям совершенных преступлений предусмотренных частей 3-й статьи 30-й, пунктов А, часть 2-й статьи 5-й уголовного кодекса Российской Федерации, порядка предусмотренных с 19-го и 19-го года уголовного социального кодекса. Основание для задержания Покалова явилось на факт, что на Покалова очевидцы преступлений, указанных как лицо, совершившее преступление, предусмотренные частью 3-й статьи 30-й, пункта А, частью 2-й статьи 5-й уголовного кодекса Российской Федерации. В тот же день Покалова доброшен в качестве поддреваем. Показания давать оказался, воспользовавшись статью 51-й института Российской Федерации. Причастность Покалова на совершение данного преступления подтверждается визиально уголовного дела, а именно показаниям Сильгля, Чапаева, Мякова, Горанину, Редоровой, Протокова на смотре места происшествия, а также имен tweeting догадательства. В отношении Фодакова необходимость от меры пресечения или заключения по сражу, поскольку применение меры пресечения связанных с завязанием общества, либо ходу на этих мер, связанных с завязанием общества, отношение его невозможно. Пока он подверивается в совершении мысленно особо тяжкого преступления, совершенного в отношении двух лиц, за которые предусмотрены наказания в виде решения свободы, на срок от 8 до 30 лет. При этом преступление совершено общеопасным способом, что существо повышает его общественную опасность. В соответствии с постановлением Клины Магриховного Сударя Российской Федерации, номер 41 и 13 декабря 2013 года, о том, что лицо может скрыться в дознании предварительного следствия суда, на первоначальном этапе производства по уголовному делу, может свечить возможность назначения наказания в виде лишения свободы на виде срока... ...преступление против жизни, здоровья и личности, совершенного в отношении двух лиц, за которое предусмотрено наказание и лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. При этом преступление совершено пока общественно опасным способом, что существенно повышает его общественную опасность. В соответствии с постановлением Клины Магриховного Суда Российской Федерации, номер 41 и 13 декабря 2013 года, по намерению лица скрыться от дознания предварительного следствия суда, на первоначальном этапе производства по уголовному делу могут свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок. Таким образом, тяжесть, совершенного преступления и способов его совершения, представляющий повышенную общественную опасность в совокупности с возможностью назначения наказания в виде длительного лишения свободы, дает все достаточные основания полагать, что пока он, наконец, на свободе и осознавая возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, может вскрыться от следственного органа и суда. Кроме того, следственным установлено, что пока он совершил преступление с использованием незаконно хранящегося у него огнестрельного оружия, что также свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного им деяния. В настоящее время органами предварительного следствия не установлены все обстоятельства и очевидцы совершенного покалом преступления, в связи с чем имеется основание полагать, что у покала может иметься иной незаконно хранический оружие, в связи с чем, оставляясь на свободе, покал может уничтожить неоднаруженные в настоящее время следственные доказательства, а также оказать давление на очевидцы совершенного преступления, тем самым выразиться с приказами к производству по уголовному делу. Таким образом, имеется достаточное основание полагать, что, оставляясь на свободе, покал может продолжить заниматься преступной деятельностью. С учетом изложенного отношения по калу должно быть изговорено меры пресечения в виде заключения под стражу. Характер из степени общественной опасности совершенного в преступлении, конкретные, вышуказанные обстоятельства по уголовному делу не позволяют избрать в отношении него более меры пресечения, не связанные составляться от общества. Иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, не обеспечит необходимый уровень соблюдения подозреваемого надлежащего поведения, не будет отвечать интересам правосудия, законам интересам других участников уголовного процесса и не обеспечит надлежащим исполнению по калу обязанности участников уголовного судопроизводства. Поскольку в настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия, направленные на основание всех обстоятельств произошедшего, не все лица дотрошены, устанавливаются очевидцы совершенного преступления. Из материалов уголовного дела следует, что пока он имеет постоянное место жительства, поживает супругой ребенком, ранее не судим. Однако данные обстоятельства не в отдельной семье, а в округе с ним могут свидетельствовать о возможности избрания в отношении покалов, имеют пресечение и связанное содержание подсказок. Несмотря на то, что в судебном заседании установлены факты обращения покалов за медицинскую помощь, а также постановку в отношении его медицинского диагноза, медицинские противопоказания установлены в постановлении правительства Российской Федерации, исключающие возможность дальнейшего содержания покалов по страже в условиях состязательного процесса суду не представлены. На основании изложенного полагаю, что кадатрство, возбужденное следователем 1-го следственного отдела, 5-го следственного управления и дислокации в городе Новосибирске, Главное следственное управление СК РФ, является законом и обоснованным. В соответствии с получением прокуратуры Кемеровской области данные кадатрства следователя я поддерживаю, прошу его выбрать и, таким образом, избрать в отношении подозреваемым покалов, меры пресечения в виде заключения по страже.